Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! Сегодня, как и было запланировано, проходит сбор подписей к губернатору Московской области Андрею Воробьеву за открытие наземного перехода на станции Подлибки-Дачный, оборудованного всеми элементами безопасности, то есть там, ну, то, что называется дорожкой-змейкой, которая, ну, заставляет людей там спешиваться с велосипедов, быть более внимательными, и свето-звуковой сигнализацией, которая также привлекает внимание людей и, ну, вот, к опасной ситуации, если приближаются там электропоезда, ну, собственно говоря, как на всех наземных переходах, что создает дополнительную безопасность людям при пересечении железнодорожных путей. Ну, здесь сегодня уже много-много людей подходит, расписывается, жители ближайших домов, поэтому, если вы неравнодушны к этой ситуации, подходите, сбор подписей сейчас вовсю идет, ну, вот, ну, и люди, которые здесь идут по нашей дорожке через березовую рощу, тоже подходят, подписывают. Слушай, а там лучше на дорожке, потому что люди вот идут прям большим количеством, они будут тебя видеть и подписывать, где с очереди я просто не могу уйти, а мы уже быстро, как уйти? Ну, перейди туда лучше, да, я так думаю. А потом, когда вылезет этот поток, надо просто объединиться, чтобы друг друга не псяли, надо отдельную группу, поэтому, потому что у них своё политическое дело, ни ВКонтакте, ни Официальный Королёв нашими не занимались. Вы видели в Официальном Королёве долю информации, потому что Гришин от этого ушел, в ВК сидят Майеровичи и компания, поэтому, собственно говоря, молодежь нужна, чтобы ввела эту группу, если найдется, тащите. Я понимаю, что у вас культурка, у вас культурка, у них политика, это самое, у каждого свои теории. Да, жители Королёва, подходите, подписывайте, здесь вот сейчас у стены Ходриева идёт сбор подписей, но он до двух часов, но, возможно, он и дольше продлится, то есть будем давать информацию, потому что желающих подписать много обращения к губернатору, вот, поэтому ограничивать тоже как-то не очень правильно, вот, и я вообще думаю, что, по идее, подписи можно собирать, наверное, возле подземного перехода. Сейчас, я думаю, побеседую, наверное, с кем-то о том, что сейчас происходит вокруг станции Подлипки-Дачный. Последние новости вы сейчас узнаете о том, что дважды сюда приезжал Юрий Копцик, осматривал этот переход, вызывал сюда представителей РЖД, вот, и чем все эти переговоры закончились, как всегда, ничем, что обычно происходит там, где участвует наша администрация города. Ну, с Алексеем Баузой поговорим, наверное, потому что Алексей Баузой у нас самый информированный по переходу человек. Алексей, здравствуйте. Я вас приветствую. Город Королёв тоже вас приветствует. Так. Я что хотел вас спросить. Смотрите, после встречи на прошлой неделе, здесь же, когда много людей собралось, да, Юрий Копцик аж два раза побывал в подземном переходе. И при этом мы от него ничего не услышали о нашем надземном переходе. Он ни слова не промолвил о том, что проблема не в том, что там плохо убираются, а проблема в том, что перейти из одной части города в другую многим жителям просто невозможно. Его это не волнует. Вот. Как вы думаете, они вообще собираются решать эту проблему? Они не собираются решать эту проблему. Кто занимается этим? Да, ну так, во-первых, здравствуйте, соседи, моя стандартная. Вот. Кто отслеживает эту ситуацию, примерно представляет, в чем дело. Собственно говоря, РЖД не нужен этот переход, я их вполне понимаю, потому что он мешает движению. Городу не нужно тоже решение наших транспортных проблем, потому что они заняты своими финансовыми вопросами. Все, что делается, это такие танцы народа, чтобы это самое как-то происходило на бюрократическом уровне. Поэтому, собственно говоря, если мы не попытаемся сами решить этот вопрос, ну что значит решить? Поставить это самое, немножко прозвонить, чтобы об этой проблеме узнал и Воробьев, и, как говорится, федеральная служба, ничего не произойдет. Ну вот поможет ли вот это вот, как вы думаете, сбор подписей к Воробьеву непосредственно? Все самое. Собственно говоря, это медиа-акция. Надо понимать, реально, эта медиа-акция, она полезная, потому что сейчас происходит какое-то столпотворение народика. За нами внутренние дела наблюдают, эта самая полиция. То есть сигнал идет, где-то здесь это самое и ФСБ ходит, тоже это все звучит. И ЦРУ. Это очень хорошо. ЦРУ... Курс ситуации. Я ЦРУ все расскажу, не переживайте. Давайте все-таки в переход вернемся, Алексей. Смотрите, меня вообще волнует, честно говоря, тот момент, что Юрий Копцик, последний раз побывавший в переходе и увидев, что невозможно туда спуститься не только там, ну, тяжело с колясками с ребенком, а совершенно невозможно на инвалидной коляске просто попасть из этой части города в другую. И это невозможно сделать пенсионерам, которые перемещаются с палочкой, там, в которых просто, ну, им тяжело, да, по этим лестницам вообще там, вот. И он просто взял и перевалил все, вот всю эту проблему на плечи социальной службы. То есть у нас в городе есть две вот эти вот газели, оборудованные для, ну, с подъемниками для колясок и прочее. И он сказал, пожалуйста, звоните туда, пользуйтесь этим. Причем он даже не поинтересовался тем, что на самом деле там 24 рубля за километр, это первое. А во-вторых, эти, значит, специальные автобусы, они предназначены только для инвалидов и только для посещения, значит, лечения либо реабилитации. Просто так, допустим, в магазин инвалид на ней поехать не может. Я просто знаю это абсолютно точно, потому что узнал у людей, которые пользуются вот этой службой. То есть он по абсолютную пургу прогнался с жителем, вот. И я не знаю, мне кажется, чиновник должен отвечать, когда занимается такой ерундой. То есть говорить лишь бы что сказать, понимаешь? Ну, не знаю, вот ты заболеешь... Давайте я вам уже что-нибудь скажу. Так, ну, во-первых, во-первых, про господину Копчика. Собственно говоря, мы его все знаем, многие даже живьем как-то общались и все остальное. То есть его позиция мне понятна. Он все знает. Он, мне как говорится, не... Хотя и из Реутова он узнает все наши городские проблемы. Но что такое поведение любого бюрократа и администратора? Ему главное что-то сделать, вот что-то это он делает. Это не решение проблемы, это танцы ради танцев. Поэтому, собственно говоря, повторяю, наверное, в третий раз. Если мы не будем акцентировать внимание на наших проблемах, никто их не решит. Даже мы сейчас расскажем, что сказал Копцик и что неправильно. Это всем нам известно. Это совершенно информация такая, чтобы она ушла в Красногорск, что он что-то сказал. Это только для него все действия. Это не решение проблемы. Поэтому для решения проблемы мы сейчас должны на федеральном уровне прозвучать. Поэтому, соседи, пишем письма и звучим. Это вот первый вопрос. Везде доказываем это самое, и чем громче, чем лучше, что это нарушает нашу комфортную среду. И никто ее, кроме нас, не решит. И поэтому наша задача в ближайшую неделю, к сожалению, все происходит медленно. Я еще хотел обязательно у тебя спросить такой момент. Смотри, очень много говорится о том, что этот переход небезопасный. Здесь большое количество погибших. Однако, это достаточно лукаво звучит, потому что конкретной статистики погибших, именно переходивших из этой части города в другую, у нас нету. Говорится о каком-то вот отрезке пути от Подлипок или там даже от Мытищ до Болшу. Где эти люди погибли? То ли они погибли непосредственно на платформе, то ли они где-то в других местах. Все суммируется специально для того, чтобы закрыть этот переход. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле люди, которые ходят ежедневно из одной части города в другую по этому переходу, они все живы и здоровы, они внимательно относятся к этой ситуации, они нормальные, разумные граждане. Вот как ты думаешь, вот эту цифру, которую все время приводят, причем она разная. То значит 60, то Ходорев пишет 40, вот последний раз написал, причем непонятно за какое время что. Вот эта цифра, она специально такая вот собрана в одну кучу и на этот переход поставлена или нет? Это то же самое, что только что я сказал, это манипуляция информации, а информацию рассказывают и первопричины, кстати, описано в том заявлении, которое сегодня это самое, наши соседи подписывают, и то, что я в обращении президента отправил на прошлой неделе, рассказывают предысторию этого вопроса. Если вспоминаете, когда возникло РЖД, это 2003 год, из МПС оно возникло, потом возникло ЦПК и вставил вопрос, как будет собирать оплату за проезд. Они решили, что они будут создавать платформы закрытой зоны, куда будут ходить по турникетам и через турникеты взимать плату. С каждой платформы, которая у меня за спиной, и с московской, и на Москву, было по 3-4 выхода. Там нормально были созданы транспортные потоки и в нужном направлении шли наши соседи. Вот. Что получилось дальше? Оставили по одному выходу, закраили выходы, резко стала расти плата и возник такой социальный конфликт. Молодежь, у которой не было просто-напросто денег, стала залезать на платформы с обоих концов. С этой стороны был переход, с другой стороны были дырки. И вот приходим к статистике. На этом переходе за последние три года не на платформах и на всем вот этом протяжении погибло два человека, скажем так. В свое время, три года назад, когда вот в том желтом домике был бар, выходил один мужчина, порядка 40 лет. И в пьяном стоянии в 23 часа вечера он врезался в электричку. Это раз. И второе, две девочки шли на ту сторону, бежали весело, увидели подходящую электричку и решили на скорость перебежать. Одна девочка, сестры, пробежала, вторая не успела, была встречным поездом задета. Собственно, первый вопрос – это человек не в вполне вменяемом состоянии, а второй – это дети, которых родители не воспитали, как переходить дорогу. То есть такой случай мог произойти не только на этом переходе, а хоть на любой пионерке, на любой улице с большим движением. Все остальные погибшие – это или за пределами станции, или это те, кто залезал на платформу и попал под электричку. А это вопрос, собственно говоря, который полностью сгенерировано РЖД. Той конструкции и теми потоками, которые ими спланированы на входы на платформы. То есть, собственно говоря, это вот стопроцентная их вина. Если говорить о решении проблем, наша борьба и за новые платформы идет, по крайней мере, с 2005 года. Здесь явно надо делать временное, вот настильчик, чтобы вернуть людям их путь. А по делу, наверное, делать надо подземный переход беступенный, который, знаете, плавненький есть, чтобы народ мог нормально… Это, собственно говоря, это… Вот не люблю эту фразу «народная тропа», которую они запустили, это они этим отмазывают свою позицию. А это действительно нормальный транспортный поток, который делают, когда строятся города, именно по народным потокам делаются все дороги. А вторая проблема – это станция. Это, опять-таки, чистый вопрос. РЖД, знаете, там платформы, на которых люди не могут ни войти в электричку, ни выйти, ломают себе позвоночники, руки, ноги. Вопрос о реконструкции РЖД явно осознает, знаете, проект 2012-2015 года, который был из-за девальвации валюты 2014 года, он улетел в неизвестность. Сейчас ставится вопрос о 2025-2030 годе, но это также может не произойти, потому что РЖД ответил, что финансирования на новую платформу нет, это все только на словах. И это, опять-таки, бюрократические эти игры. В общем, Воробьев на селекторном совещании озвучил сроки 23-й год проекта, но это ни о чем не говорит. То есть выделено 87 миллионов на что? На вот этот забор и на то, что поправит ступеньки на переходе. Это совершенно не решает наши вопросы. Это, опять-таки, чисто и декоративно. У меня еще есть, смотри, как бы еще есть несколько очень острых важных моментов. Мы действительно не понимаем, что будет происходить вот с реконструкцией, там, с вот этим вот конкорсом. Во-первых, если будут делать вот этот наземный конкорс с выходами на платформы, это означает, что он предназначен прежде всего для людей, которые хотят воспользоваться железной дорогой, электричкой. Они будут выходить на платформы. Вот. А нету перехода для тех, кто транзитно ходит из одной части города в другую ежедневно, тысячи человек туда и сюда. Они вынуждены будут толкаться вместе с теми, кто идет на электричку. Это первое. Второе. Это, а каким образом будет происходить транспорт, доступная пешеходная связь между нашими частями города, когда они будут вести этот ремонт, в том числе и подземного перехода? Этот же переход сейчас закрыт. Как люди будут попадать? Там же вообще будет полнейшее слопотворение. Я вообще не представляю, как это возможно сделать. Это такие страшнейшие неудобства. Собственно говоря, вот заявление, которое я писал, которое ребята сейчас составлены, вопрос ставится так. Срочно восстановить этот переход, чтобы не прерывать жизнедеятельность города, потому что это переход не на платформу, это на транзитный городской переход. И он должен существовать, чтобы нормально люди могли свою жизнедеятельность осуществлять. Потому что пенсионеры, инвалиды нашего района из-за вокзалки отсюда ходят в Сбербанк. Они не могут туда попасть, потому что они не могут спуститься в подземный переход. Люди из-за вокзалки ходят в детскую поликлинику, в больницу и другие социальные службы города. Поэтому, собственно говоря, это раз проблема. Поэтому срочное восстановление – это вот первая задача. А второе – по поводу проекта. Напоминаю, что в 2016 году, я, правда, тогда был в командировке вне пределах России, здесь я посмотрел по материалам этот вопрос о новых платформах и станциях, обсуждался и генплане. Много было вариантов очень умных. Я, например, категорически против конкурса, потому что это монструозное сооружение обезображивает нашу площадь. У нас не мытищи и даже не болшево, у нас нет зрительных вот этих пространств, чтобы возводить вот этого монстра. У нас в городе рационально и не так уж дорого. Или прикопать железную дорогу и выровнять площадь в один уровень, тогда у нас решаются многие градостроительные проблемы и транспортные. Это вот рационально. Если они из-за коммуникации, из-за других проблем не хотят железку на расстоянии 4 метров немножко загнать ниже уровня этой самой земли, тогда сделайте подземные переходы и вокзалы тоже прячьте под землю. То есть, собственно говоря, здесь рациональных подходов, по крайней мере, два существуют, но эти подходы пока не слушаются. Создается стандартный из стандартных блоков страшный конкурс, который нашему городу не нужен. И обсуждения никакого не происходят ни на одном вменяемом портале в нашем городе. Все. Нет, Алексей, а это не все. Я еще хотел тебя кое-что спросить. Подожди. Вот смотри, я так понимаю, что раньше, вот ты сказал, что основная причина не в том, что, допустим, здесь много людей погибает или плохая безопасность, а в том, что железная дорога пытается максимально все закрыть и не допускать на платформы другим путем, кроме как через турникеты. И мы знаем, что большое количество погибших, это именно люди, которые пытались лезть на платформу, не заметив приближающегося поезда. Но это не решает вопрос, потому что такие люди будут все равно находить дырки и пролезать. Но, смотри, ведь раньше, насколько я помню, на этот переход с платформ были выходы. Люди спокойно поднимались и спокойно спускались. Поэтому мы поговорим, что с каждой платформы было по 3-4 выхода, которые правильно распределяли потоки. Собственно говоря, на такую станцию, как Подлипки, когда у нас довольно активное движение, одного выхода с каждой платформы, это совершенно необоснованное решение. То есть, по крайней мере, их должно быть два, чтобы они этот поток правильно направили. И поэтому, когда убрали выходы отсюда, когда идет народ с предприятия, из платформ в сторону этого самого центра и в сторону Куракина, он должен быть точно так же, как и на той платформе тоже. Поэтому, собственно говоря, нет инженерного, правильного и рационального урбанистического подхода к проектированию станций. И сам подход к станциям, когда они как зоны создаются, в РЖД это совершенно неправильный подход, заложенный еще в 2003-2005 году. Тогда у меня к тебе последний, самый главный вопрос. Вот все говорят, что этот переход закрыт по решению транспортной прокуратуры. Я видел, значит, распоряжение транспортной прокуратуры как раз о том, чтобы оснастить его системами безопасности, но не закрывать. Где вообще можно увидеть документ о том, что транспортная прокуратура предписывает закрывать этот переход? Я не видел такого документа. Я дам этот документ. Этот документ еще, это самое, 17-го года. Этот документ возник после того, как как раз одна из девочек, это самое, подпала под поезд. Было решение суда и рекомендации транспортной прокуратуры закрыть этот переход. Здесь, собственно говоря, идет такая, и, может быть, под столом борьба, когда эта самая транспортная прокуратура делает то, что нужно, это самое, железной дороге. Железной дороге не нужен переход, он по этому решению с удовольствием был уничтожен. Но я запрашивал оригиналы этого документа, на основании чего это в 18-м году был закрыт этот переход. Ответ был такой. Мы вам не дадим документ, потому что вы не участник судебного процесса. Этот документ может получить только заинтересованные лица по суду. Или обращайтесь в суд с опротестованием этого действия. А как же в 20-м году появилось предписание транспортной прокуратуры о том, чтобы, наоборот, восстановить переход и сделать его безопасным, оборудовать? Я не понимаю, противоречие какое-то? А у прокуратуры есть много документов за эти годы, и этот вопрос надо решать юридически. В частности, это самое, просто-напросто, есть должен работать юрист, юрист городской, юрист нашего областного правительства. Собственно говоря, здесь я о чем и говорю. Решение прокуратуры не опротестовано ни нашей городской администрации, ни нашей областной администрации, то есть правительством. Все, как говорится, показывают пальцем на РЖД, что все решения прокуратуры были направлены в сторону РЖД. Но мы спрашиваем решение наших транзитного перехода, решение этого вопроса. Это наш городской муниципальный переход, а вовсе не РЖДшный для нас. Поэтому я лично прошу все время решать нашу администрацию городскую и Министерство транспорта, и лично губератора Воробьева. Для меня это не РЖДшный вопрос, а городской. Я понял. Все, спасибо большое, Алексей. Очень много интересного ты рассказал. Наверное, мы не затронули уже тему, что делать с переходом на Акуловском водоканале, где погиб школьник. Но я, как уже говорил, следую логике и транспортной прокуратуры, и все, что получается в городе. Там надо тоже начинать возводить бетонную стену. Можно я два слова по этому вопросу? Быстренько вам скажу. То есть, собственно говоря, кто читал мои опусы в пабликах по поводу этого самого, там явно надо делать подземный переход, срывать эту насыпь и делать прокол. Это много раз тоже обсуждалось, но из-за того, что деньги все были пущены на пьяные фонари, которых там два раза больше неизвестно зачем сделанную красную краску, вот эти денежки были расходы нерациональны. Поэтому этот вопрос надо собирать в круглый стол, обсудим. Хорошо, спасибо. Доведите до водительского завершения. По большому счету, что проблема основная с тем, что этот подземный переход абсолютно неизвестен. Он уже несколько написал. Вот, это проблема в принципе... Вот, секундочку, я уже заканчиваю. Заканчиваю. Проблема в принципе решаема. Правильно? Ну, что я не решаю? Ну, не решаема. Скажу так, при существующем подземном переходе, по-разному, комфортному, там, модного, крытого, этого, надземного перехода, а на проблем у того перехода все равно не решают. Потому что те люди, которые с электрички ходят, и просто идут на переход, которые не могут подняться в эту лестницу, они все равно вынуждены будут пользоваться этим переходом. Его все равно необходимо реконструировать. Подождите, а переход же, он по нему ближе, скорее всего, РЖД? Это другой вопрос. Просто вопрос сейчас, а в том, что это произошло абсолютно... Не, ну, администрация... Да, уважаемые королевцы, кто, значит, за то, чтобы открыть наземный переход, полностью оборудованный современными средствами безопасности, светозвуковыми средствами безопасности, хорошим настилом, переходом, ну, змейкой такой при подходе к нему, здесь идет сегодня сбор подписей, это возле Дома Быта, подходите, подписывайте. Уже довольно много подписей сегодня собрали, и люди подходят, подписывают для того, чтобы обратно вернули здесь наземный переход. А мы сейчас поищем представителей КПРФ, потому что у нас в прошлый раз был здесь Михаил Гацко, депутат от фракции КПРФ, даже возглавляющий фракцию КПРФ у нас в Совете депутатов. Я обещал создать какую-то рабочую группу, где будет все это решаться, но пока вот как-то не знаю, была она собрана, не была, и сколько времени нужно им для этого. Так, полиция подошла у нас. Дайте вам покажу, где идет сбор подписей, вот он идет. Люди подписывают очень активно, да. А кто собирает подписи? Кто пойдет к Ходореву или куда? Кто? К Ходореву у нас уже никто не ходит, К Ходореву уже... А куда вы собрались? А это собирают для губернатора. А почему вы решали, что к губернатору есть смысл ходить, а к Ходореву нет смысла ходить? Потому что Ходорев наш город ненавидит. Ну, дело в том, что Ходорев не смог решить эту проблему, и Ходорев уже все сказал по этому поводу. Поверьте, с Ходоревым говорили не один раз. Общение с Ходоревым вызывает много интересов. Вы были на... Вот был, в два раза. Моя дочь начала ему высказывать, что он в земле... В живую никогда не общается с судьбой Ходорева, поэтому не надо говорить. Ром, вот только вспомните, как он пытался пообщаться с городом вживую, когда он собрал нас в ДК Калинина. Так что он не общается с людьми вживую, он появляется здесь раз в неделю, поэтому и с людьми не общается вообще, в принципе. Сейчас о Ходореве идет разговор. Роман. Это Роман. Я думаю, что что-то реальное можно будет сделать, если не узнать, по каким документам должны строиться подземные переходы, соответственно, сделать экспертизу, потому что этот переход не соответствует этим документам, ГОСТам и так далее. И потом заставили их привести его в порядок и плюс попросить сделать там два лифта с этой стороны и с той стороны. Про это говорят такое, да? На сайте Честный Королев там опубликовано, в общем, обращение к губернатору, вы можете его прочитать и приходить, подписывать. Я думаю, что подписи будут собираться и дальше, не только сегодня. Я помню, шутка такая недавно появилась, что администрация бы открыла, конечно, наземный переход, если бы возможно было собирать деньги за проход через него туда-сюда. Ну, к сожалению, я что-то потерял из вида Андрея Термошенцева. Хотел у него как раз спросить, что там наша Коммунистическая партия Российской Федерации и по этому поводу думает, потому что обещала она помочь жителям Подлипок. Ну, уважаемые королевцы, подходите, подписывайте, кто здесь рядом живет, это очень можно быстро сделать. Ну, вообще говорили, что до двух часов сбор подписи, но я так понимаю, что он еще продолжится, потому что, ну, много желающих, да. А мне кажется, имеет смысл вот самое там собирать, где подземный переход. Там очень узкий проход, мы будем мешать проходу, и нас, в общем, нас милиция попросит, а тут ли был уход? У нас давно уже нет милиции в стране, аж какая милиция? Полиция, извини, Рома. Полиция! Копы! Я хочу спросить, можно я спрошу? Скажите, пожалуйста, вы снимали на той стороне дороги выпиленные все деревья? Кто бы показал порубочный билет? Копцик сказал, что никогда больше деревья без его разрешения рубиться не будут, теперь все деревья врубаются просто так, без единого порубочного билета. Я не видела с того момента, как Копцик сказал, что он будет давать только свою подпись, ни одного порубочного билета. Копцы, где порубочные билеты? Отлично. Да. А хотят здесь что-то сделать? Нет? Не будет? Они... Вот мы соберем текущую подвину, восстановить на первый переход. Я знаю. Они хотят к 25-му году, году хотят что-нибудь. Вот, слив, как он у нас пытался, слив, и на них все. Я вот смотрю, подсчет у нас все заканчивается. Ну, уже вот несколько подписных листов заполнено. В основном подходит, подписывают жители района Подлипок. Ну, и за вокзалки, если кто-то может подойти, подходите. Надо, конечно, и такой же сбор подписей из вокзального района сделать, чтобы там тоже людям было удобно подойти подписать. Здравствуйте, да. А вот про КПРФ ты можешь что-то рассказать? Что там происходит с КПРФ? Ну что, в городском комитете КПРФ создана рабочая группа из депутатов КПРФ.